Добрый день! Очередная суббота и наше транкшоу продолжается. Лаборатория моды, которая проходит в Центре торговли и развлечений МИР, сегодня в салоне Том Тейлор. История бренда началась в 1962 году в немецком Гамбурге с производства клетчатых классических рубашек. Название компании, по мнению создателя Ханса Генриха Фьюнера, должно было отражать простоту и доступность в сочетании с эксклюзивностью. По легенде, выбирая имя для своей марки, ее создатель хотел, чтобы она отражала простоту и доступность. Так и появился фортной Том, Том Тейлор. Только лишь рубашки вскоре перестали удовлетворять растущие амбиции марки и было принято решение расширить ассортимент. Сейчас под главным брендом Том Тейлор выпускают три марки. Том Тейлор Кэжу, Том Тейлор Деним и Том Тейлор Пола Тим. Карина, наша героиня Ирина, как мне кажется, абсолютно весенний типаж с такими ореховыми глазами. Но расскажи, что можно сделать, чтобы увеличить разрез глаза, удлинить его, какие цветовые сочетания можно нанести для того, чтобы быть девушкой в стиле Том Тейлор. Итак, наша Ирина. Для того, чтобы подчеркнуть ее именно цвет, вот этот тип теплый, да, мы использовали цвета какие? Очень нежные, мягкие, буквально, чтобы подчеркнуть весенний типаж нашей Ирины, мы использовали, я использовала тени теплых оттенков, нежно, прикрой глаз, пожалуйста, нежно-розового оттенка возле цвизнячка уголка подвижного века и внешний уголок подвижного века более затемненного коричневого оттенка. В данном случае у нас разрез глаз правильный, все в норме. Но для того, чтобы сделать их чуть больше, можно, например, закрасить целиком подвижное веко и зайти немножечко на неподвижное веко. То есть вот сюда. И тогда, когда мы накрасим ресницы, взгляд у нас распахнется. То есть глазки станут намного больше, казаться. И подчеркиваем тон кожи. Вы видите, что у нас здесь есть такие замечательные веснушки. Мы ни в коем случае не будем их тонировать и прятать. Наоборот, подчеркнем тональным средством со светоотражающими частицами. Мы продолжаем наше транг-шоу. Лаборатория моды в Центре торговли и развлечения МИР в новом салоне, только что открывшемся. Его название – Медек. Это джинсовая одежда Медек Эволюшн. И более подробно сейчас с помощью образов наших моделей и истории марки. Медек Эволюшн – самая популярная современная одежда, конечно же, джинсы. Ее носят все дети, домохозяйки, врачи, чиновники и, конечно же, артисты. История джинсовой одежды насчитывает более 200 лет. В России она имеет свою отличную от других государств историю, связанную с политическими реалиями 60-х, 80-х годов. Приобретение этой одежды походило в то время на авантюрно-криминальный роман. Помните, в 60-х, 70-х несчастных любителей этой удобной хвачатой бумажной одежды вызывали на комсомольские собрания и клянили позором. Сейчас без джинсов просто невозможно обойтись. В них ходят куда угодно. К сожалению, даже в театр. Пожалуй, нет более распространенного предмета гардероба, чем эти американские сооружения с заклепками, пошитые из холстины и выкрашенные в натуральный цвет индиго. Ни одно поколение выросло в этих практичных штанах облегающее тело, словно ее вторая кожа. Медек официально зарегистрированная торговая марка. Уже более 17 лет она качественно обслуживает покупателей на российском рынке. Основным направлением является продажа джинсов и сопутствующей одежды. Медек – эксклюзивный дистрибьютор многих марок джинсовой одежды. В магазине Медек только фирменная продукция. Вся одежда, представленная в сети Медек, производится на лучшей турецкой фабрике в Стамбуле, где ведется полный контроль за качеством. Большая часть ассортимента рассчитана именно на европейский экспорт. Наша следующая победительница – Зульфия, и она сейчас в руках нашей чудесной Карины. Я вместе с вами спрошу, что же они сейчас будут делать? Итак, какие варианты ты предложишь нашей Зульфии, и что ты конкретно сделаешь в плане коррекции формы глаз? Так, у нас у девушки такие орехово-зеленые глазки. В общем-то, проблем с нависающим веком как таковой нет, но есть небольшие нюансы. И здесь мы опять-таки, чтобы увеличить глазик, зашли на эту зону неподвижного века, вот сюда. И чтобы немножечко удлинить, продлили область теней немножечко к концу брови. Да? Вот. И решили использовать такой ход визажистский, чтобы оттенить цвет глаз, чтобы цвет радужки был ярче. Мы решили использовать такой визажистский ход. И использовали синюю тушь для ресниц. И они не должны быть обязательно синюшными, да, такими? То есть синяя тушь наносится поверх вашей основной черной туши. Учебный центр «Роттира» и я, визажистка Арина Романова, приглашаем вас на курс «Визажист для себя». Наше транс-шоу продолжается в салоне «Скотч Сода». Это голландский бренд. И что немаловажно, я думаю, вы со мной согласитесь, зайти сюда хочется однозначно. Тут столько интересных интерьеров. А это значит, что правильно выложен товар. Он называется мерчендайзинг. И, соответственно, у нас побуждает с вами интерес померять, почувствовать и ощутить, что такое образ молодого человека или молодой девушки в стиле «Скотч Сода». На сегодня очень много о бренде «Скотч и Сода» неизвестно даже безграничным просторам интернета. И это не из-за того, что марка очень молодая. Хотя в какой-то мере это так и есть. Но обо всем по порядку. Годом основания бренда считается 1985 год. А его исконная родина считается Голландия. Изначально, в конце 80-х, все было очень скромно и беспривычно для нас по другим меркам грандиозности. Да и вообще, первые 15 лет существования маленькой провинциальной фирмы не запомнились миру. Ну, чем особенным? Голландцы – одна из рациональнейших наций на планете, которая не привыкла куда-то спешить. А то, что они делают, всегда дает полной самодачи, всесторонним подходом к делу и, конечно, безграничным творчеством. Возможно, из-за этого почти два десятилетия скотч-сода спокойно и тихо существовала, оттачивая свой уникальный стиль. Но об этом мало кто знал. Ветер перемен в компании загудел сначала новой эпохи, в которую вступило все человечество. 2000 год принес объединение с несколькими небольшими фирмами. Были выстроены новые цели и конкретные предложения. Для Европы бренд скотч и сода открылся как новое свежее дыхание, при том, что стиль и культура компании состоялось уже давно. Не секрет, что женщина предпочитает успешных, уверенных в себе мужчин, обладающих выраженной харизмой власти, у которых в одинаковых пропорциях присутствует как ум, так и сила. К тому же потенциальный предмет обожания роскошной женщины непременно должен выглядеть с иголочки. Причем не с подпольного цеха ремесленников ширпотреба, а лучших домов моды Милана и Парижа. Давайте мы с вами будем знакомиться с главными акцентами мужской моды 2013 года глазами признанных в кутерье. В моде пестрые костюмы, конфетные цвета костюмов от горчичного до ярко-розового. Ко всеобщему удивлению узкие хипстерские брюки со стрелками стремительно вытеснили объемные несуразные шаровары. Рожденные с хлопка, шелка и льна, либо атласа, сдобренные броским цветочным рисунком, или украшенные богемными визелями, или опять же полоской и клеткой, они позволяют мужчинам наконец-то почувствовать себя свободно и расслабленно в самой напряженной обстановке. Наше апрельское транс-шоу лаборатории моды в Центре торговли и развлечений подошло к своему логическому завершению. Я прощаюсь с вами, желаю быть яркими, молодыми, эффектными, стремящимися к успеху, и с помощью чего, конечно же, хороших покупок и замечательного шопинга. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!